Очередная порция бесплатного сыра. Интернет-мошенники начали использовать еще одну схему обмана граждан. Под видом портала госуслуги они обещают жителям Перми выплаты, а на самом деле собирают данные банковских карт и выманивают деньги. Как именно это происходит, расскажет Дмитрий Гаврилов. С каждым днем интернет-способов залезть в чужой карман становится все больше. Один из свежих трюков выглядит так. Так, злоумышленник отправляет сообщение по электронной почте или в мессенджере, информируя вас о том, что портал госуслуги якобы предлагает получить денежную компенсацию. Звучит и выглядит заманчиво. На новый способ обмана чуть не попался пермяк Андрей Меркушев. Я как рулый сирота зачастую получал разные выплаты от государства и для меня данное письмо не было каким-то удивлением. Зайдя в письмо, я вижу, что от портала госуслуг назначены мне выплаты и прочее. Но что первое меня насторожило, это то, что вообще в письме присутствует ссылка. Перейдя по ссылке, прикрепленной к сообщению, пользователя перенаправляют на сайт некого единого компенсационного центра. Ресурс внушает доверие. Выполнен достаточно лаконично. По тематике и дизайну вполне соответствует интернет-порталам настоящих государственных структур. Тут же масса позитивных отзывов от счастливчиков, якобы получивших выплаты. Понятно, что все это обман. Мне выплатили 115 тысяч компенсации. Я и не знал, что мне ее можно получить. Хорошо, что соседка подсказала и дала ссылку на сайт этот. И я забрал деньги, что мне положены. Мне стало интересно. Разумеется, я перешел по ссылке. И тут меня сразу же насторожило следующее. То, что меня просят для подтверждения выплаты ввести последние цифры моей карты. Я уже понял, что меня пытаются обмануть. Последние цифры номера банковской карты системе требуются якобы для проверки информации, что человеку действительно положена компенсация. Гражданин предоставляет свои данные и попадает в ловушку. Ему тут же сообщают, что все проверили, и ему действительно полагается выплата за уплаченные ранее НДС. После некоторых манипуляций просят внести небольшую сумму, которая якобы необходима для процедуры оформления выплаты. На самом же деле, если хотя бы раз перевести средства, мошенники продолжат вытягивать их дальше. Причин будет много. И каждый раз разные. Чтобы не попасться, надо проявлять бдительность, советуют эксперты. Перед тем, как вводить свои данные для входа в личный кабинет портала, всегда проверяйте ссылку в адресной строке. У официального сайта госуслуг это госуслуги.ру. И ничего более, никаких других символов быть не должно. Также не следует поддаваться на уловки в социальных сетях и фейковые рассылки по электронной почте или СМС. Не нужно верить в обещание выплат каких-то денежных сумм, если они не оглашены официально. Главное, без паники. Паника здесь самый злейший враг. Просто знайте, ни один государственный орган не рассылает гражданам в интернете оповещений о полагающихся им денежных средствах. Тем более, со ссылками на сомнительные сайты. И уж точно не назначают выплаты за полминуты в режиме онлайн. Тем, кому приходилось оформлять пособия и компенсации от государства, знают. Для этого всегда нужно подавать заявления и собирать документы. Дмитрий Гаврилов, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.